На этом приеме граждан в центре внимания оказались коммунальные проблемы поселка имени Гагарина. От имени местных жителей их озвучивала Дина Парфенова. В первую очередь речь шла об отсутствии централизованной канализации. Была весна, вот прям практически недавно, так как снег тает, воды идут, талые поверхностные, нас затопило. И затопило не только наш дом, затопило на 60 сантиметров, вот конкретно нас затопило еще и соседей. Вся улица в шоке, мы не можем ни посуду помыть, ни помыться, ни постирать. В данном конкретном случае разговор ввелся о проблемах жителей улицы Дзержинского. Однако это также характерно и для всего остального поселка. Вас впервые так сильно затопило? Вот так сильно, что 60 сантиметров первых. В том году было сантиметров 15-20. Это каждый год, да? Каждый год, каждый год. Это постоянно. Это постоянно. И септики полностью. То есть мы даже найти, чтобы вызвать осенизатор, мы даже не можем порой. Вот там так водой все залито. То есть по щекуткам дети в школу ходят. Мы не можем даже понять, где там септик примерно находится. То есть там вот стоит вода прям целиком. Получается, канализация действительно нужна. Предварительно прорабатывали вопрос там сетей, получается, протяженность порядка 28 километров. Необходимо проектировать. Стоимость проектирования предварительно сейчас посчитали. Порядка 15 миллионов необходимо на это. С экспертизой, с прохождением экспертизы. Это по предварительным расчетам. Вот. Сейчас будем проработать возможности изыскания этих средств для проектирования. Ну, прощение есть. Там дело все равно нам придется. Просто надо понимать, когда и в какой программе. Однозначно надо в программу входить. На приеме граждан Дина Парфенова обозначила еще одну проблему. Мусорные контейнеры находятся в непосредственной близости от ее дома. За ними расположена несанкционированная свалка веток. Глава Мордовии дал поручение разобраться с этим вопросом. Сделать это будет непросто. Чтобы соблюсти все необходимые нормативы, контейнеры придется выносить за пределы поселка. Евгений Волков. Наши новости.